Как тебя зовут, сынок? Томас Анджел. Я решил дать тебе шанс, Томми. Мне нравятся новые лица. Мы здесь одна большая семья. Господи! Попался, крысёнок! Убийство — диктайший грех. Где-то я ошибся. Мафия остаётся в памяти миллионов игроков как одна из лучших игр в истории. Одна из самых трогательных, самых эмоциональных и погружающих в себя. Ну а ещё и как одна из самых сложных. Злополучную гоночную миссию многие проходили в лучшем случае с 30-й попытки. Опыт этот был настолько мучительный, что навсегда врезался в память. Как вы знаете, однажды мы заезжали в гости к Дэну Вавре, создателю легендарной игры. Добрый день, Даня Вавра. Здравствуйте. И, конечно, не упустили возможности поставить автограф на дорогом сердцу диске. Ты хочешь подписать его или просто подарить мне? На самом деле, как хотите. Хотите, вам оставлю. Коллекция игри... Игрушек. Коллекция игрушек. Попутно мы разговорились, а Дэн принялся вспоминать былое и рассказал немало эксклюзивных подробностей о процессе создания физики мафии и о том, что из игры было вырезано. Если вы не торопитесь, я расскажу вам обо всех делах, в которых я участвовал за эти годы. В общем, устраивайтесь поудобнее. В ближайшие минуты будет интересно. Я вообще не понимаю, как и почему некоторые до сих пор играют в эту игру. Особенно молодое поколение. Хотя, конечно, это вселяет в меня надежду, что не все еще потеряно. Вот, например, мы только что говорили, как много на нас обрушивается хейта, что кто-то некорректно критикует нас в интернете. В нашем случае нас поливали помоями еще даже до выхода «Кингдом Кап». Но знаете, однажды меня пригласили раздавать автографы в каком-то игровом магазине. И я немного призадумался тогда, типа, я еще никогда этим не занимался. Это для меня впервые. Что самое плохое, что может там случиться? Допустим, не будет никого. Никто не придет, потому что всем на меня плевать. Может быть, еще хуже. Могут прийти 20 парней, которые меня ненавидят. Это еще кто? Но когда я явился туда, меня ждали 400 людей, визжащих от счастливого восторга. Я подписывал диски с игрой 2 часа, а очередь все не заканчивалась. Подходили все новые и новые паломники. Я был абсолютно шокирован. У меня не было слов. Я чувствовал не какую-то эгоистичную, глупую гордость или что-то вроде того. Это было искреннее изумление. Типа, вау. Кстати, там было 15 парней в инвалидных колясках. Я просто... Я не знаю, что и сказать. Им пришлось приложить особые усилия, чтобы добраться до того магазина. Но их было очень много. Я был так изумлен и польщен. У меня просто глаза были на мокром месте. Я чуть не расплакался тогда. Эти люди приложили столько усилий, чтобы повидаться со мной. И получили мою бесполезную роскость. Это выглядело как что-то не от мира сего. Я не ожидал ничего подобного. Многие из тех людей были крайне молоды. И у многих были копии мафии, которые они просили подписать. Я был удивлен, что кто-то еще играет в нее. Я сам уже не могу в нее играть. Она безнадежно устарела. Она ж выглядит страшно. Да, но все любят до сих пор мафию. Мои коллеги до сих пор делают сюжеты при нее. Если хотите расписаться на обложке, тогда вам придется как-то ее достать. Я не знаю, как это сделать. Так, по-моему, это как-то вот так сделается. Я же сам тысячу лет вообще эти коробки не открывал. Недавно мой друг сделал дико популярный ролик, где реальный гонщик, призер Лимана, должен был пройти ту самую гонку на максимальном уровне сложности. Она очень сложно рулится. Пипец. Как так возможно? Да, он прошел с первого раза. Давай, 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 давай. Да! И Роман Русинов проходит гонку в мафии с первой же попытки на руле. Кстати, лучшее время круга. С лучшим временем круга. Если в той старой мафии и есть что-то достойное современного уровня технического исполнения, то я думаю, это как раз симуляция езды. В то время она была на голову лучше, чем во всех гоночных играх того времени, и даже получше, чем в некоторых рейсингах наших дней. Я настраивал все машины собственноручно. Я уделил этому особенное внимание. И симуляция была супер-хардкорной. Например, для каждой машины я устанавливал около 20 параметров работы двигателя. Это были какие-то очень специфические технические характеристики. Названия некоторых из них я сейчас уже не помню по-английски. По-чешски это что-то вроде... В общем, все эти безумные коэффициенты и все такое. Но сначала мне же нужно было как-то найти все эти специфические характеристики в условиях ограниченного интернета тех лет. Я искал людей, обладающих этими раритетными машинами, чтобы они прислали мне технические документации. Потом я вбивал все эти данные в движок и регулировал все остальные параметры. И после постройки я знал, например, что такая-то машина должна развивать скорость 100 км в час за 12 секунд. То есть симуляция была настолько точна, потому что я выставлял все параметры, включая сцепление по крыше, особенность управления машиной, особенность ее ускорения и максимальную скорость. Все работало так, как должно было работать в реальности. И даже физика поведения машины при поворотах была гораздо лучше, чем в большинстве других игр. Спасибо. Мистер Усальери, понравится твоя работа. Ясное дело, передавай ему привет от меня. А что касается той легендарной гонки, тамошние болиды были экстремально мощными и крайне плохо управлялись. А те треки были смертельно опасными. Единственное, что могло спасти пилота, это мастерское использование тормоза. Но игроки же приучены сжать газ до отказа и лететь вперед. Скажем спасибо, нет, фоспит. И все они вылетают с первого же поворота. Кстати, такое происходило и во время настоящих гонок. Аварии тогда были катастрофическими, ужасающими. Машины вылетали с трассы, взрывались. Детали разлетались в стороны. Помнится, в детстве я видел старинные черно-белые записи этих гонок. Эти немые киноленты. По какой-то причине их показывали в какой-то телевизионной передаче, когда я был маленьким. Как мальчику мне, естественно, очень понравились все эти летающие, горящие, покореженные автомобили. Хотя, конечно, сложно представить, сколько людей погибли в тех авариях. Но тогда я этого не понимал. Мне было всего 8 лет от рода. Поэтому и в игре гоночные болиды ведут себя так же. И моей целью было воссоздать это ощущение. Это она и есть? Будь очень осторожен, машина быстрая. Может быть, это самая быстрая машина на свете, кто знает. Кстати, изначально управление было еще сложнее. Изначальные установки были еще более жесткими и непрощающими. Потому что мы, разработчики, постоянно перепроходили эту гонку и набрались приличного опыта. Но однажды пришел наш босс и такой, «Вы че, охренели? Это слишком сложно!» А мы такие, «Да не, не сложно!» «Нет, да хрена сложно! Я не могу пройти гонку!» «Делайте проще!» Поэтому нам пришлось упростить гонку, чтобы босс смог пройти ее. Хотя нам самим она оказалась слишком примитивной. Однако, невзирая на это, 30% игроков все равно не смогли пройти ее. «Ты думаешь, мне это по силам?» «Я ведь не знаю правил». «Дело проще, чем кажется». Это гонка в «Мафии», но она стала таким настоящим сюрпризом на контрасте с основной игрой. Ну, то есть я никогда не ожидал увидеть настоящий рейсинг в «Мафии» со всеми этими спорткарами, специальным треком. Насколько сильно процесс разработки вот этой гонки отличался от остальной игры? Это был просто еще один уровень, как и всякий другой. Симуляция вождения была уже готова. Нам нужно было только заставить АИ следовать определенным маршрутам. И в этом смысле, да, были некоторые нюансы программирования. Машинам нужно было учитывать, кто первый, кто второй и так далее. Но по большому счету, я бы не сказал, что это было сложно. Честно говоря, мы вообще планировали делать в «Мафии» режим рейсинга. Даже гоночный мультиплеер. Мы в него играли, тестировали его. Но ближе к концу работ над игрой его вырезали. И я не знаю почему. Один парень два года упорно работал над ним. И когда ему сказали, что всю его работу вырезают к чертям собачьим, он готов был просто... А режим отлично работал. Там было 10 разных трасс. По городу, по проселочной местности. Кстати, сельская местность была такой обширной, именно потому, что мы использовали ее для гоночной части игры. Было 10 разных трасс, несколько лик с машинами разного типа. Все это было готово. Все это работало. Я думаю, руководство побоялось, что может случиться утечка данных. Или что-нибудь такое позже. И убрало гонки. Собственно, я этот вопрос и задал, да, потому что гоночная миссия выглядит, ну, слишком уж проработанной, да, для очередного простого задания. За ней целая история. Тот парень и правда чуть не рехнулся. Он посвятил два года созданию режима, который работал превосходно, честно говоря. А потом начальство взяло и отправило всю его работу коту под хвост. Кстати, такое пару раз случалось и со мной. Так что я знаю, каково ему было. Так я и втянулся в это. Только что был обычным таксистом, и вот уже уважаемый мафиоз. Ребята с Альери всегда такие суровые. С некоторыми мы стараемся помягче. Если не побережешься, то однажды твой лучший друг убьет тебя не моргую. Тот, кто хочет слишком много, рискует потерять абсолютно все. Правда, тот, кто слишком мало хочет от жизни, может вообще ничего не получить. Спасибо, что смотрели. Не забудьте отметиться лайком, подписаться, если еще этого не сделали. Ну и поддерживайте канал, и смотрите самые интересные сюжеты о видеоиграх. Играйте только в хорошее. Субтитры сделал DimaTorzok